Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу, чтобы вы разделили с нами радость. Нам сегодня 4 года как программе «Хлеб на каждый день». В течение 4 лет мы с вами питались от одного стола, который наполнялся и продолжает наполняться от божественного источника и мудрости, и света, и отцовства, которое в его сердце направлено к нам. И слово, которое я хочу сейчас вместе с вами просмотреть, это 4-й псалом. 4, сама цифра 4, она на самом деле для меня очень значима, потому что это власть над временем и пространством, это четыре стороны света, это четыре явления природы, такие как стихии, да. Но, по крайней мере, у нас с вами есть сегодня возможность вот этой стабильной четверки, как состояние власти над тем, где мы уже с вами были, где мы уже есть. Власть в принципе нам дана небом, мы сами ею обладать не смогли бы, но по мере нашего продвижения вперед мы можем обладевать еще большими возможностями в нашем Боге, и поэтому она переселяется в наши сердца на практике жизни. И поэтому 4-й псалом, который как раз же Давид говорит, потому что мы с вами сейчас в жизни Давида находимся как герои веры, напомню вам, потому что мы уже очень давно в этом пространстве героев веры, начиная с 11 главы евреев, откуда мы двигаемся и двигались по разным именам, сейчас мы с Давидом просматриваем его судьбу. Так вот Давид, который говорит такие слова, «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Мы каждый раз с вами заканчиваем с молитвы, а этим самым мы говорим, Господь, нам нужен выход, всегда при любых обстоятельствах, хороших или тесных, дай нам твой выход. И Господь всегда давал и будет его давать дальше. «Сыны мужей, доколе слава моя будет поругание, доколе будете любить суету и искать лжи». Давид вот таким образом обращается к людям, и поэтому наше сердце, оно тоже направлено, чтобы люди искали правильные вещи, чтобы они не тратили свою жизнь напрасно, не отдавали на суету, не отдавали на ложь, а шли туда, где есть истина, познавая которую, люди освобождаются. «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего, Господь слышит, когда я призываю его». Я хочу, чтобы с каждым из нас произошел вот этот момент отделения. Господь нас слышит, и Он отделяет нас для себя самого. Гниваясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Это то, что мы с вами делаем, анализируя каждый день, и, по крайней мере, я это предлагаю делать, чтобы к концу дня мы могли утешаться пред тем, как мы заснем, отдав Богу все результаты нашего прошедшего дня. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. И вот это слово пусть в нашей жизни всегда нас сопроводит. Яви нам свет лица твоего, Господи. Мы не в своем свете ходим, а в свете твоего лица. И когда мы входим в этот свет, то тогда тьма вынуждена удалиться. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Мне очень нравится это слово Давида, потому что мы с вами, по крайней мере, то, что мы делаем с командой здесь, умножаем хлеб. Этот хлеб, которым мы делимся. И тогда, когда этот хлеб умножается в судьбах других людей, то Давид мог сказать, в моем сердце умножилось веселье и радость от того, что у них хлеб и вино умножились. Поэтому я рада, что мы могли делиться все эти четыре года с вами и хлебом. И умножалось это послание в ваших судьбах. Оно преображало вас, преображало ваши умы, преображало ваши судьбы. И для нас это радость. Это умножает наше веселье. Это умножает нашу веру в Бога и упование на Него. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Вот такой четвертый псалом. И пусть он останется вместе с нами на этот уже Новый год, когда мы вступаем в пятый год наших программ, наших отношений. И мы будем спокойно ложиться и спать, если мы с вами в течение дня не потеряли время. Если мы общались с Богом, если мы с Ним стартовали, с Ним завершали и формировали новый день также вместе с Ним. Хочу вместе с вами поблагодарить Бога за то время, которое мы с вами имели за эти годы. И, конечно же, вступая в Новый год, быть вместе с Ним и под Его покровом. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за все дни, за все годы, за все пути, которые были пройдены за это время, за все откровения, которые мы могли получать, передавать и принимать. Я благодарю Тебя, потому что все, что даешь Ты, это всегда ценно, это всегда важно. И Ты сказал, что увидите детей своих делом моих рук. Поэтому я хочу увидеть каждого человека, кто был с нами на связи в течение этого времени делом рук Твоих и Твоей благодати. Работай сам с каждым сердцем, работай с каждым сознанием и с каждой судьбой, чтобы все преображения, которым Ты определил быть, придя Слову Твоему в сердце, чтобы это происходило. Потому что к Тебе Твое Слово тщетным не возвращается. И я благодарю Тебя за это, что Ты обязательно это сделаешь и подаришь нам такой плод взаимного с Тобой отношения. Плод любви, плод радости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вступаем с Вами, друзья, в Новый пятый год. Я желаю вместе с Вами пройти эту дорогу. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова